Выбирайте новогодние подарки горожане предпочитают в торговых центрах, простаивая длинные очереди. Мы рекомендуем креативно подходить к выбору презента и обращаться в приюты. Здесь вы найдете самого верного и самого преданного друга. Самый лучший подарок. Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите! В приюте ЗАО 37 около 500 животных. Больших и крошечных, грустных, веселых, активных и спокойных, малышей и взрослых. Каждый может выбрать по душе. Эту собачку примерно несколько месяцев назад оставили у ветеринарной клиники. Теперь она живет в приюте. Собака очень активная и прекрасно подойдет для того, чтобы жить в частном доме. Собака – внутренний мир человека, уверены волонтеры. Поэтому будущий год, желтой собаке, предрекают они, будет хорошим, счастливым. Особенно для людей, у которых доброе сердце. Взять питомца – значит подарить себе друга и напарника. Да, это хлопотно, да, это ответственно. Но за это хлопоты ты получишь любовь, которая тебя защитит, она тебя поймет, она разрядит все негатив, которые ты получишь, будем говорить, на улице. Она тебя успокоит, эта собака. Даст тебе любовь. Пират живет в приюте уже несколько лет. У пса тяжелая судьба. У него нет глаза, проблемы с координацией, слухом и обонянием. Такие серьезные травмы он получил, попав под машину. Но пес любит детей и станет прекрасным компаньоном. Собака крупная, в общем-то он себя будет чувствовать хорошо и в квартире, поскольку в пространстве ориентируется не очень хорошо иногда. Но у Валерия тоже ему будет очень весело и прекрасно. Это очень равновешенная собака, очень интеллигентная, он всегда себя очень вежливо ведет. Видите, как бы команды знает некоторые. Вот, достаточно спокойный. Свой дом хотят обрести и кошки. В приюте им живется сытно и вольготно. Но даже такие санаторные условия не заменят семью. В приюте ЗОО-37 сейчас находится около 60 кошек. Больше чем у половины тяжелая судьба. Они остались по той или иной причине на улице. Но все они готовы к новым хозяевам. Они пролечены и очень чистоплотны. И любая такая кошка станет прекрасным напарником человека. Приют ЗОО-37 в канун Нового года тоже принимает подарки. Томцам нужны медикаменты, подстилки, корма. Хотя острой необходимости в этом нет. Потребность есть в волонтерах. Людях, которые на добровольческих началах займутся социализацией хвостатых. Все скучают по ласке. Потому оно и называется домашнее. Что оно для людей создано. А людей, вы сами видите, что у нас... Вот вы же проходили, видели, что у нас все предели. И людей катастрофически просто не хватает для того, чтобы... Ну просто с ним погулять. То есть не хватает людей для того, чтобы пообщаться с животными. Мы все любим получать подарки. Но дарить их не меньшее удовольствие. Особенно, если этот подарок сделает счастливым хотя бы одно маленькое живое существо. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.